Давайте начнем. Как я уже говорил, сегодня я возвращаюсь к изложению классического машинного обучения. И главный раздел в этой теории – это метод опорных векторов. Есть и другие разделы, наверное, я их сейчас могу изложить в таком кратком варианте, но метод опорных векторов был в те годы, когда он был открыт основным разделом теории машинного обучения. И давайте мы его изучим со всей подробностью. Я напомню, что мы изучаем ситуацию построения классификатора. В теории машинного обучения многие задачи сводятся к проблеме построить классификатор для классов, которые заданы представителям. Вот С плюс и С минус. Это объекты классов, это элементы пространства РН. И я напомню, откуда они берутся. Значит, там сущности, которые надо классифицировать, они вкладываются в РН путем определения множества признаков. У вас есть, значит, да, вот новые, кто только что вошел. Значит, давайте я вам изложу правила сдачи зачета. Значит, я хочу время максимально использовать. Я много чего не рассказал. Вот, и у вас проблема, значит, наверное, у вас зачетная сессия начинается с какого числа? С 20 какого? С 25. С 25. Ну, я до 25 кончу. Значит, будет зачет. Прихожу, вы приносите все свои конспекты. Вот я их смотрю, и вы получаете зачет. Значит, возвращаемся к... Да, то же самое относится к людям, кто смехмата. Значит, так. Вот у нас имеется такое представление объектов векторами значений признаков. Там возраст, там зарплаты и так далее. Это все числа. Мы их, знаете, для каждого объекта определяем как-то. Может быть, это и не совсем точно будет. То есть, вот зарплата, она как-то у нас там меняется постоянно. И возраст тоже может меняться. В общем, все это дело приближенно известно. Ну, и значит, вот мы должны построить такую функцию f. Такую, что f от x равно 1, когда x принадлежит c плюс. Здесь минус и минус единица. Здесь мы... Вот иногда 0, иногда минус единица. Нам удобнее, чтобы была минус единица. Когда x принадлежит c минус. Вот. Ну, мы помним такую вещь, как линейная отделимость. То есть, вот эти x-ы, это точки в онмерном пространстве. Значит, у нас вот совокупность точек, которые образуют класс c плюс, и совокупность точек, которые образуют класс c минус, они могут быть линейно отделимы. Значит, если это так, то тогда самый простой метод классификации в том, что мы просто проводим разделяющую какую-то линейную штуку. Это линейное многообразие, кажется, да? Ну, вот. Проще всего именно искать линейную функцию, которая делит плоскость на две части. В одной части все точки c плюс, в другой части все точки c минус. И эта прямая, она должна как-то наиболее далеко отстоять от каждого из классов. То есть, нехорошо, когда она близко к точкам из одного класса и далеко от точек другого класса. Я говорю, причина, по которой мы ищем наиболее равноотстоящую прямую от обоих классов. Я доказывал теорему, когда такая прямая существует. Если вы помните, это когда пересечение выпуклых оболочек точек c, c плюс и си минус пусто. Вот. И какими-то соображениями я показывал, что существует ровно одна прямая или гиперплоскость, в общем случае, которая равноотстоит от точек обоих классов. Вот. Ну, помните, как я сделал, да? Я там функцию расстояния вводил и брал те пары, значит, точек. Одно из выпуклой оболочки c плюс, другое из c минус, которая, значит, принимает наименьшее значение. Вот она, вернее, такая точка существует из компактности этих выпуклых оболочек. Вот. Ну, я там брал серединку, проводил через нее перпендикуляр и доказывал, что у меня будет именно разделяющая такая. Вот. То есть, там все точки c плюс по одной стороне, c минус по другой. Вот. Ну, мне вот этот самый поиск минимума, я говорил, что он существует, но как его искать, это вот содержание того метода, который я буду приводить сейчас. Значит, вот я буду искать гиперплоскость. Я напомню, что она будет вот таким образом выражаться. Значит, это будет уравнение. Сумма у и от 1 до n x и т, w и т, минус w 0. Значит, что это такое? x и т – это константы, w и т и w 0 – это переменные. Значит, мы должны их найти. Вот у меня, значит, вот точки из c плюс – это вектора иксов. Значит, ну вот давайте мы, значит, сейчас так качественно исследуем. Вот у нас, значит, полоса должна быть найдена. Не просто прямая. Вот. Мы вот предположим, что эту разделяющую прямую, давайте я буду говорить с терминами прямая вместо гиперплоскость, потому что у вас ассоциируется слово прямая с чем-то таким, что вы можете понять, это лучше, чем я буду говорить гиперплоскость. Поэтому давайте все будем делать на плоскости. Но в n-мерном случае рассуждения абсолютно такие же. Значит, ну вот у меня c плюс. Так, я это отвел кружочком, но лучше всего, если это будут точки. Значит, и вот у них выпуклую оболочку. Я строю вот здесь и здесь. Как-то вот она так вот идет. Вот, значит, вы знаете, что всегда существует такая пара точек. Одна здесь, вторая здесь. Вот такая, что расстояние между этими точками, это самое маленькое среди всех расстояний, вот, между точками внутри первой замкнутой оболочки, внутри второй. То есть вот существует такая пара точек. Вот, ну вопрос, одна она или не одна. Ну, здесь можно доказать, что если она не одна, то тогда, вот, значит, вот, ну, например, вот параллельно. Вот, например, вот так вот. И вот так вот расположены. Да, здесь вот может быть вот на этой паре точек минимальное расстояние, на этой то же самое. Вот докажите сами, уж я не буду доказывать, что если пара точек, на которые реализуется наименьшее расстояние, не одна, то они все, а получается, одна из другой параллельно переносом. То есть вот такая картинка, как я нарисовал, возникает. Хорошо, значит, и так, вот у нас будет в любом случае гиперплоскость, ну, то есть вот прямая, да, мы можем здесь взять серединку и перпендикуляр через нее провести, или на этом отрезке перпендикуляр будет один и тот же, вернее, вот прямая будет одна и та же, даже если решение не единственное, вот, то есть пара точек, на которые минимальное расстояние, не единственное, все равно, если мы на любой такой паре построим отрезок, у него возьмем серединку и построим через него перпендикуляр, то для разных пар вот этих вот точек будет один и тот же объект получаться. Вот, то есть решение ровно одно, вот, ну и вот нам надо его найти. Значит, у нас вот то, что... получилось, вот этот перпендикуляр, мы его можем как-то сдвинуть параллельным переносом, чтобы вот эта прямая попадала в точку, вот давайте, точка Х и точка У. Значит, Х — это конец отрезка один, У — это конец отрезка, на котором реализуется на меньшее расстояние другой. Значит, если мы будем двигать параллельно нашу вот эту разделяющую прямую, чтобы она попала в точку Х, вот, то тогда сохранится свойство, что все точки из С плюс будут по одну сторону от этой прямой, и все точки из С минус будут по другую. Вот, ну, как это доказать? Ну, это очень просто доказать, на самом деле, то есть вот у вас имеется отрезок, на котором реализуется наименьшее расстояние. Вот давайте проведем перпендикуляр именно через этот, проходящий через левый конец этого отрезка. Вот, предположим, что какая-то точка выскочила за вот эту левую полуплоскость, да, то есть я хочу доказать, что все точки из С плюс находятся на левой полуплоскости, вот. Ну, какая-то точка выскочила, вот я сейчас воспроизвожу рассуждения, которые я уже проводил раньше. Значит, давайте вот эту выскочившую точку соединим лучом с точкой Х, вот. И тогда угол, который будет образован вот этим лучом и вот этим отрезком, он будет острым. Вот, ну, это на картинке видно, значит, у вас, вот, почему угол будет острый в общем случае, ну, это будет так, вот, а если он будет острым, мы из точки У нарисуем перпендикуляр вот в эту точку. Значит, вот эта точка из С плюс, эта точка из С плюс, да, вот они обе принадлежат выпуклому замыканию, то есть выпуклой оболочке точек из С плюс, и поэтому любая точка в отрезке вот этого, любая точка вот в этом отрезке тоже принадлежит С плюс. То есть основание перпендикуляра из точки У на этот отрезок тоже принадлежит С плюс. Угол будет, значит, острый, поэтому перпендикуляр будет меньше, чем гипотенуза в этом прямоугольном треугольнике. И это противоречит тому, что мы нашли пару точек, у которой расстояние между этими точками меньше, чем вот это расстояние отрезка Х, У на отрезке Х, У. А мы выбирали отрезок Х, У как наименьший отрезок, у которого Х за выпуклым замыканием С плюс и У за выпуклым замыканием С минус. Значит, вот эта вот полоса, то есть вот когда проведен перпендикуляр через Х, то по-прежнему все точки из С плюс находятся в левой полуплоскости, а если проведен перпендикуляр через точку У, то по-прежнему все точки из С минуса будут находиться в правой полуплоскости, то есть вся вот эта полоса между вот этой и вот этой прямыми, она тоже будет разделять точки из С плюс и С минус. Вот, поэтому, значит, у нас мы построили фактически не прямую, не разделитель, а полосу целую. Вот. Значит, нам хочется, чтобы полоса была как можно большего размера, то есть вот это вот расстояние между границами полосы нам надо сделать как можно больше. Значит, вот я сейчас поставил совершенно четкую математическую задачу. Имеются С плюс и С минус. Надо построить полосу такую, чтобы она имела наибольшую ширину, и чтобы все точки С плюс по одну сторону от этой полосы находились, все точки С минус по другую сторону от этой полосы находились. Вот. Ну, давайте займемся построением такой полосы. Значит, как я уже говорил, значит, границами полосы являются полуплоскости, являются линейные объекты. То есть вот это полуплоскости и, значит, у нас имеется уравнение любой полуплоскости. Ну, это, значит, из линейной алгебры вам должно быть известно, что вот вы имеете вектор Х, принадлежащий вашей обучающей выборке С. Вот это либо элементы С плюс, либо элементы С минус. Значит, обучающая выборка С. Я там написал С, но на самом деле С надо было писать. Ну, ладно, давайте я напишу здесь С плюс и С минус. Значит, для каждого вектора, вот вы когда его... Так, нет, значит, давайте мы вот лучше как сделаем. Значит, вот просто вот полуплоскость. Как она выражается, вернее, прямая. Какое уравнение она имеет в n-мерном пространстве? Значит, если мы... Коэффициенты этой... Значит, вот я написал W и Т и W нулевое, да, свободный член. Значит, X это коэффициенты, которые имеют конкретные значения, а W и Т и W нуль это переменные. Ну, значит, вот я... Давайте сейчас сначала напишу... В общем, так, сейчас моя цель искать искомые гиперплоскости вот в виде таком. Значит, вот X скалярное произведение XW минус W нуль. Так, X минус W нуль равно 1. Это уравнение для одной гиперплоскости, одной границы полосы. И уравнение для другой полосы. Так, я вам все неправильно сказал. Значит, у меня вот эти переменные, вот W и Т и W нуль, когда я решаю задачу их поиска. Вот если я их нашел, то тогда у меня они будут константами, вот и X будут переменными. Значит, вот давайте я сейчас напишу, в каком виде я ищу эти коэффициенты. Вот я их ищу в таком виде, чтобы одна гиперплоскость, у которой, значит, вот W здесь, это вектор коэффициентов при переменных. Вот X это тоже объект инверного пространства. Значит, W нуль это свободный член. Вот скалярное произведение это сумма X и Т на W и Т. Значит, когда я их уже буду иметь, это у меня будут константы, X будут переменными, и вот это вот у меня будут уравнения для гиперплоскостей. И я хочу, чтобы они у меня имели вот такой вид. Вот вопрос, а смогу ли я именно в таком виде найти решение, которое меня интересует. Я утверждаю, что да, смогу. Почему? Потому что вот если такие гиперплоскости существуют, но не такого вида, ну давайте я напишу в общем виде. Вот у меня тогда уравнение одной гиперплоскости будет иметь вот такой вот вид. Минус А равно нулю. А уравнение другой гиперплоскости, оно, кстати, вот этот самый вектор, который, вектор коэффициентов, это на самом деле вектор нормали. Вот то есть из линейной алгебры, опять же, я вот напоминаю, что вектор, который здесь участвует в уравнении гиперплоскости, он ортогонален этой гиперплоскости. То есть если взять любой вектор в гиперплоскости и скалярно умножить его на этот V, то получится ноль. Вот почему это так, ну давайте вы это тоже вспомните. Итак, значит, вот у второй гиперплоскости вектор нормали будет тот же самый. Вот, но другой свободный член. Да, то есть вот мои гиперплоскости параллельны. Это значит, что у них вектор нормали один и тот же, а свободные члены разные. И вот я сейчас хочу придумать подходящий коэффициент. Так, значит, вот у меня на самом деле вот такое уравнение равносильно уравнению, где этот вектор умножен на лямбда, и а тоже умножен на лямбда. Вот это, да, и вот здесь тоже самое, можно умножить на лямбда. Вот утверждается, что такие уравнения будут создавать одни и те же гиперплоскости. Ну это, опять же, очевидно, да, потому что вот это равно нулю, тогда только тогда, когда без лямбда равно нулю. Вот лямбда не равно нулю. Вот, поэтому, значит, моя цель сейчас найти такой лямбда, чтобы вот это было равно единице, а это было равно минус единице. Вот. Ну, это лямбда, вот как тут у меня написано, лямбда равна 2 делить на а минус b. Вот, я утверждаю, что если такой лямбда я возьму, фу-фу-фу. Так, это будет не совсем то, что я хочу. Так. Нет, это будет ровно то, что мне надо, да. Потому что, нет, не это должно быть равно единице. Я неправильно сказал. Вот, значит, я должен, чтобы вот это у меня было равно единице, а это равно минус единице. Ну, то есть я сначала там от такого уравнения перейду, значит, там минус а плюс 1, а тут будет минус а минус 1. Я тут... Так. Так, так, так. Ну, понятно, в общем, вот я сейчас утверждаю, что можно всегда выбрать такой лямбда, чтобы... Нет, опять я неправильно вам сказал. Значит, так, здесь нули. Значит, я утверждаю, что если в качестве лямбда я возьму вот это вот выражение и подставлю его сюда, тогда у меня будут... Ну, то есть я сюда еще должен буду прибавить 1, а сюда буду прибавить минус 1, и тогда получится, что здесь у меня будет стоять одинаковое число. Лямбда а плюс 1 будет равно лямбда b минус 1. Вот, смотрите. Лямбда а плюс 1 равно лямбда b минус 1. Вот. Значит, если я в качестве лямбда возьму вот это выражение, тогда у вас как раз будет 2 в левой части и лямбда на b минуса в правой части, и там будет лямбда с противоположным знаком. Ну, не важно. Короче говоря, вот я от исходных уравнений перешел к таким уравнениям, взял за лямбда вот то значение, которое я написал, я утверждаю, что мои соотношения перейдут вот в соотношение такого вида. Так, ну вот. Значит, я теперь должен найти давайте вот предположим, что мы знаем коэффициенты w и w0. Вопрос, какая ширина полосы будет у той полосы, которая определяется двумя вот этими границами. Давайте мы ее сосчитаем. Значит, ну, прежде чем это сказать, я еще скажу то, что, значит, вот у меня это уравнение для границ полосы, вот, а те полупространства, которые будут за пределами этой полосы, они будут множествами точек, которые определяются вот одно полупространство за пределами первой полосы. Таким неравенством определяться будет полупространство наоборот, да, которое за пределами второй границы полосы будет определяться вот таким неравенством. Вот. И, значит, у х у меня теперь это все точки из си плюс, да, то есть у меня из си плюс и из си минус. Значит, для вот каждой точки х принадлежащей из си плюс она должна лежать в полуплоскости значит, слева от левой границы, то есть вот такое должно выполняться неравенство. Для каждой точки х из си минус должно выполняться вот такое неравенство. Так, ну хорошо, значит, вот мы вот имеем уже математическую постановку, найти коэффициенты вот вектора W, W0 такие, чтобы для всех точек из обучающей выборки выполнялись вот эти неравенства. Вот. И это еще не все. Надо найти вот, то есть такая задача имеет много решений. Вот. Надо еще найти то решение, в котором вот это свойство максимальности ширины полосы было бы выполнено. Вот. Это вот то, что я делаю. Это я свожу поиск разделяющей полосы к задаче какой-то вот, которая она будет называться задачей квадратичного программирования. Вот. И вот это на самом деле довольно частая встречающая ситуация, вот, когда вы работаете и решаете конкретные задачи. Вот. Вам самое главное, что надо сделать, это не решать задачу от нуля, то есть как бы изобретать велосипед вот это не нужно. Надо свести вашу задачу к той математической задаче, которая уже решена. То есть из решения математической задачи, чтобы вы получили решение своей задачи. Вот. Это самое ценное качество, которое можно приобрести. Вот. Ну, значит, давайте мы сейчас посчитаем ширину полосы. Значит, вот эта полоса имеет левую границу, давайте ее напишем P+, и правую границу P-. Значит, давайте нарисуем какую-нибудь точку. Ну, например, вот точка на полосе P+, это точка X+. Вот. А точка здесь это точка X-. Вот. То есть мы взяли по паре точек. Вот. На этой паре должно реализоваться именно наименьшее расстояние, то есть отрезок, соединяющий X- плюс и X- минус, должен быть ортогонален этим гиперплоскостям. Вот. Ну и да, то есть не X- минус, а X- перпендикуляр. Вот. И нарисуем какую-нибудь точку X- минус произвольную, отличную от этого X- перпендикуляр на второй гиперплоскости. Вот. Что мы имеем? Значит, у нас вот прямоугольный треугольник получился и вот этот самый вот катет, который соединяется X- плюс и X- перпендикуляр, вот, у него длина равна как раз расстоянию между гиперплоскостями или ширине нашей полосы. Вот. У нас есть гипотенуза. Вот этот отрезок. Вот. И значит вопрос так. Ну, значит, давайте мы напишем расстояние между точками. Ну, вот этот самый ρ, это гипотенуза умножить на косинус вот этого угла. Правильно? Вот давайте угол φ у нас. Значит, ρ, это есть гипотенуза отрезок х плюс запятая х минус умножить на косинус φ. Хорошо. Значит, вот косинус φ это мы знаем как выражается через скалярное произведение. Значит, вот у нас имеется вектор вот х плюс х перпендикуляр. Вот, давайте, значит, вот скалярное произведение. Я напомню, что вектор из одной точки в другую это вторая точка минус первая точка. Ну, имеется в виду это значит так, вторая минус первая. у нас значит там будет х перпендикуляр минус х плюс. Вот, а вектор который соответствует вот этому отрезку х плюс х минус это тоже самая разность векторов х минус минус х плюс. Вот, значит, то, что я говорю это все вам известно. То есть, вот, вектор, который с началом в х плюс и конец в х перпендикуляр это вот эта разность векторов значит, это из школьной математики даже известно. Ну, ну, таким образом вот это скалярное произведение оно равно произведению длины этих векторов на косинус угла между ними. Вот, их длина это значит у вас будет ро умножить, длина первого это будет ро длина второго будет длина х плюс запятая х минус умножить на косинус фи. о мне по ряду причин удобнее, чтобы были противоположные, то есть х плюс минус ортогональный вот х плюс минус х минус то есть я заменил оба вектора на минус их это ничего не изменит в смысле вот это произведение так значит я давайте сотру вот эту формулу потому что как-то она мне зря здесь так ну то есть вот что я таким образом имею нет подождите подождите сейчас значит все-таки нет у меня там правильно было ро это гипотенуза вот значит кстати что такое гипотенуза это ну да правильно это длина отрезка х плюс на пятая х минус умножить на косинус фи так ну однако же значит так что-то у меня здесь не все сходится значит так я сейчас во-первых знаю то что ро у меня вернее так вот этот вектор вот этот вектор х плюс а нет извиняюсь х плюс минус х перпендикуляр он ортогонален моей гиперплоскости вот значит я напомню что нормаль то есть ортогональный вектор гиперплоскости это W вот значит этот вектор тоже ортогонален то есть они коллинеарны как говорят то есть один получается умножением какой-то константы на другой вектор то есть у меня будет вот этот вектор в действительности равен какой-то константы мю умножить на дублю так 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 значит так знаете что вот вектор вот этот то есть вот это выражение так погодите сейчас сейчас фу-фу-фу так скалярное произведение это так сейчас значит значит ну все-таки это вот если я рассматриваю вот такой вектор значит он у меня длина его равна длина значит по смыслу то есть это давайте я в общем сделаю вот этот вектор его длина равна длине вектора х плюс минус х ортогонально правильно вот норма вот этого вектора значит это будет вот гипотенуза умножить на косинус это будет вот именно норма этого вектора значит вот если я разделю на него значит вот я напишу так ру равно левая часть делить на норму вот этого вектора ру равно так ну давайте я вот на этой вот части еще сделаю если мы разделим на норму вектора x плюс минус x автогональный, то как раз у меня будет ρ. Это верно, да? Вот я это запишу так, хотя, собственно, это тоже имеет какое-то отношение к ρ. Это в точности оно и есть, да? Но мне проще вот так, как сейчас я написал. Значит, так. Теперь, значит, вот я выражаю, вернее так, вот этот вот вектор, он у меня здесь и здесь присутствует. Я знаю, что это вектор нормали в нашей гиперплоскости, поэтому он отличается от вектора w, в уравнении этой гиперплоскости, на константу. Вот. Я могу, значит, написать константу, умножить на это w, вот, константа μ. Значит, здесь будет скалярное произведение, константа μ на w, запятая x плюс минус x минус. вот, а здесь у меня будет то же самое, норма вектора μ w. Вот. Так, хорошо. Значит, теперь у меня здесь μ без модуля, а здесь μ с модулем. μ за знак нормы можно вынести с модулем. То есть, модуль μ умножить на вот эту норму w. Вот. Ну, отсюда μ выйдет как множитель тоже, потому что это скалярное произведение. Значит, тогда у меня μ с μ сократится. Ну, там, точнее говоря, будет либо плюс один, либо минус один. Я пока еще не знаю, что должно быть, но обозначу это буквой σ. Значит, это плюс один, либо минус один. Вот. И, значит, здесь у меня будет дробь на числителе. Будет скалярное произведение w, запятая x плюс минус x минус. Вот. А здесь будет норма w. Так. Хорошо. Значит, теперь смотрите. Значит, вот у меня известно, чему... Вот скалярное произведение я могу раскрыть. Значит, σ. Значит, скалярное произведение w, запятая x плюс, минус скалярное произведение w, x минус. Вот. Делить на норму w. Так. Хорошо. Значит, теперь вот мы знаем, что x плюс, если его подставить, вот точка на гиперплоскости, которая определяется вот этим вот выражением, только там равенство. Да? Вот. А точка x минус, она удовлетворяет вот этому уравнению. И, следовательно, скалярное произведение x плюс на w, это будет 1 плюс w 0. Вот я это напишу, но мне не хочется переписывать. Ну, или ладно, я перепишу. Это равно сигма. Значит, 1 плюс w 0. Я напишу вместо вот этого выражения. 1 плюс w 0. Вот. Минус. У вас там вот x минус стоит. Это точка, которая удовлетворяет вот этому уравнению. поэтому скалярное произведение x минус на w это минус 1 плюс w 0. То есть минус 1 плюс w 0. Вот. Значит, и в знаменателе норма w. Ну, то, что в числителе, это равно 2, потому что w 0 сокращается с минус w 0. Вот. И это равно сигма умножить на 2 делить на норму w. Ну, значит, ρ, это самое первое, с чего все начиналось, величина положительная, поэтому сигма равно 1. Сигма не может быть равно минус 1. Вот. Значит, получилось ρ равно 2 делить на норму w. Давайте вот здесь напишу. ρ равно 2 делить на норму w. И вот это выражение мы должны устремить вернее так. Надо найти такое w. Вот у нас задача уже приняла полностью пригодный для математического исследования вид. Значит, у нас имеются точки из обучающей выборки. Заходите. Вы куда пришли? На спецкорс? А тут он пока в теории вероятности. Нет, теория вероятности то ли в 13-10, то ли в 16-10, или в 16-24. Ну, расписание же есть на свете. Значит, так, значит, мы нашли точную постановку задачи. Значит, нам надо решить задачу... Давайте я теперь опять здесь неравенство напишу. Вот такие. Здесь вот так вот я напишу. Значит, требуется найти решение задачи. Значит, требуется найти вектор w и константу w0, чтобы для каждой точки из обучающей выборки, если она си плюс, то было бы верно это неравенство, если и си минус, то вот это неравенство. И чтобы как можно больше было вот это значение. ну, то есть у нас w должно быть как можно меньше. То есть это расстояние мы уже выразили через w, вот, и так, расстояние должно быть как можно больше. Это возможно, когда w как можно меньше по норме. То есть там константа 2 не имеет никакого значения. Вот это вот как можно меньше, чтобы было. Вот. Ну, здесь, значит, вот дальше целевая функция может быть чуть-чуть подправлена. По ряду причин мне хочется минимизировать не норму, а квадрат нормы, еще и деленное на 2. Вот. То есть понятно, что если мы нашли решение, у которого норма w, наименьшее среди возможных таких значений, тогда и у квадрата будет тоже наименьшее значение среди возможных w, вот, которые обладают вот этими свойствами. Вот. Ну вот, значит, мы пришли к такой задаче. Так. Значит, давайте эту задачу решать. Значит, мы ее будем решать такой максимально общей постановки, но хоть задача, она такая частная, давайте мы сейчас перейдем к более общей постановке задачи. Значит, вот мы минимизируем функцию, которая является выпуклой функцией. Значит, норма w в квадрате, значит, это вот функция выпуклая. Ну вот вы так вот, что такое выпуклая функция? ну это давайте я сейчас определение скажу. Значит, итак, вот наша функция, которую я здесь написал, у нее аргументом является н-мерные вектора, вот эти самые значения для вот этого вектора w, и результат это значит действительное число, положительное. Ну вот вы, значит, понятие выпуклости я уже говорил, значит, давайте еще раз напомню, f у вас, вот давайте рассмотрим просто функции действительного переменного. Так, сегодня у нас 24-е, да? следующая лекция у нас пропадает, да? Получается, 1 мая. Значит, лекции 8 мая будет и 15 мая, да? Вот, и все равно я все не расскажу, все, что я хотел. Ну ладно, хотя бы что-то я должен рассказать качественно, поэтому будет подробный у нас анализ. Значит, вот функция называется выпуклая, если вот такое свойство верно. Значит, для каждого альфа из отрезка 0,1 у вас будет верно вот такое, да, и для любых точек, для любых х и штрих, принадлежащих РН, вот, значит, если у вас есть точки, вы, вот, х и вот х штрих, да, вот вы можете соединить их отрезочком, и, значит, утверждается, любая точка из этого отрезочка, она имеет вид такой, альфа х плюс 1 минус альфа х штрих, вот, это любая точка из этого отрезочка, вот, вы можете взять вот такую точку, взять значение функции в ней, и оно должно быть меньше либо равно альфа f от х плюс 1 минус альфа f от х штрих, вот, что такое правая часть? Это точка отрезочка, которая соединяет значит, вот у вас значит, вот функция в точке х берется, затем функция в точке х штрих, вот, у вас будет такой отрезочек уже вот, ну, допустим, x и n равно 2, да, вот, у вас значит, можно рассмотреть такие точки вот х и f от х, то есть в пространстве, значит, вот образ х, вот, у вас будет точка х, запятая f от х, вот, и вы образ х-штрих тоже можете взять, х тоже, их вы тоже можете соединить отрезочком, и вот, и, значит, у вас будет вот это неравенство означать, что, вот, график, вот, вашей функции, то есть это значение функции на точке отрезка всегда будет лежать ниже, чем точки отрезка, которые соединяют образ первого конца и образ второго конца, то есть вот выпуклая функция, вот в пространстве давайте ее нарисую, это вот будет вот такая поверхность, вот у нее, значит, если вы возьмете точки любые на границе, соедините их отрезочком, всегда у вас значение графика будет лежать ниже, чем значение вот точки отрезка соединяющего концы, образы концов этого отрезка, ну, в общем, так, значит, вот, когда такая функция выпуклая, и вы ищете минимум, то его искать очень просто, он всегда ровно один, это общая теорема из выпуклого анализа, вот, если вы ищете минимум выпуклой функции, вот, функции, которую вы, да, это еще надо доказать, кстати, но давайте я это оставлю как домашнее задание, значит, доказать, что функция, которая вектор W переводит в W квадрат пополам, в это число, она является выпуклой функцией, и вот, если это так, тогда есть просто огромное количество разных пакетов прикладных программ, которые ищут минимум выпуклой функции, там можно гардиентный метод использовать, то есть, вот вы взяли первое приближение, вот, вы строите гардиент, ну, вообще говоря, я про это еще должен буду рассказывать, ну, короче говоря, метод спустка, вы выбираете следующее приближение, чтобы в нем значение функции было меньше, и так-то вот итерациями добираетесь до точки минимума. Значит, вот не все функции выпуклые, и там минимум, там есть разные нехорошие вещи, бывают локальные минимумы, но не глобальные. В нейросети, да, там, когда вы минимизируете лос, то вы подбираете вот значение весов при нейронах, так, чтобы лос был как можно меньше, а этот лос это функция не линейная, и это приводит к тому, что вот вы градиентным методом можете найти какой-то неулучшаемый набор коэффициентов при нейронах, а это будет не самое лучшее решение, то есть это локальный минимум, но не глобальный, то есть вы можете в локальный минимум попасть, но как-то там в другом месте может быть минимум еще более маленький, чем то, что вы нашли. Вот с выпуклыми функциями у вас будет единственность минимума, он будет локальный и глобальный одновременно. Итак, значит, вот у вас имеется функция, так, ну, выпуклость, давайте я обосную ее, почему она выпуклая, она является суперпозицией трех функций, значит, суперпозиция, которая подобливо вычисляет норму, вот, вторая функция это возведение в квадрат, и третья функция это деление на ду, вот, почему норма выпуклая, это есть общее такое правило, норма вектора, там, альфа дублевая плюс один минус альфа дублевая штрих, меньше либо равно суммы норм, вот, то есть у вас будет это неравенство выполнено, вот, почему возведение в квадрат выпуклой функция, так, докажите это самостоятельно, вот, тем, кто не может, посмотрите в моей книжке это там есть, вот, и функция деления на два линейная, всякая линейная функция, равенство, а не равенство вообще, так, все, значит, с выпуклостью мы разобрались, так, и теперь, значит, вот у нас давайте рассмотрим общую задачу построения алгоритма, который ищет минимум выпуклой функции, у нас на самом деле надо искать минимум не на всем rn, вот, если бы на всем rn, то есть, значение этой функции все действительные числа, тогда бы все было очень просто, значит, это будет, значит, у нас, вот, кстати, почему я взял здесь квадрат, дело в том, что, если бы квадрата не было, то у меня был бы корень из суммы коэффициентов в углевоитах, да, норма, вот, ну, там, значит, искать минимум, то есть, там у вас задача связана с вычислением производной от целевой функции, вот, когда норма в квадрате, то производная, это у вас будет сумма квадратов, это очень хорошо дифференцируемая функция, то есть, ее производная, она хорошее выражение имеет, и там проще с ней рассуждать, вот, то есть, мы должны так, эквивалентным образом переформулировать задачу оптимизации, чтобы производная от той функции, которую мы хотим минимизировать, была бы наиболее простого вида, когда квадрата вместо обычной нормы, то производная более простого вида, а когда норма, там корень, и это не есть хорошо, ну, так вот, значит, вот, если бы наша функция была задана на всем РН, то просто минимум это равенство всех частных производных нулю, у вас, наверное, это было на лиминалке, нет, это в курсе матанализа, то в точке минимума, когда функция одного переменного, то просто производная равна нулю, когда функция нескольких переменных, то все частные производные равны нулю, все было бы очень просто, но у нас есть ограничения, то есть, мы должны брать минимум на подмножестве значения этой функции, которая определяется вот этими неравенствами, вот это очень сильно усложняет нашу задачу, вот, но все равно нам надо ее решать, вот, ну давайте сейчас рассмотрим вот какую ситуацию, значит, у нас вот задача звучит так, имеется функция F, которая дифференцируема, вот, и нам надо ее минимизировать, и при условии, что те точки, в которых мы, то есть, минимум наш должен быть не на всем РН, а только на тех точках, которые удовлетворяют ограничениям, то есть, это подмножество всех точек РН, вот, и, значит, давайте, значит, вот это подмножество, значит, у нас ограничения задаются точками из обучающей выборки, вот, каждое ограничение это какое-то неравенство, вот, у нас это линейное такое неравенство, ну, давайте мы рассмотрим задачу в общей постановке, то есть, вот, каждое ограничение, это у меня будет вот какое, вот, G1 от X, давайте будем, вот, представим это, ну, давайте, G и T от X меньше либо равно нуля, так, только не от X, а от W, вообще говоря, так, что, давайте сейчас мы вот X будем, так, про W мы забудем пока, вот, у нас, значит, аргументами моей функции являются X, то есть, так, вот я давайте сейчас даже сотру, потому что мы нескоро еще вернемся опять к нашей гиперплоскости, вот, это нам пока не нужно, так, все вот это нам не нужно, мы уже поняли, что мы оптимизируем, так, и вот это нам тоже не нужно, так, и вообще все вот это нам тоже не нужно, значит, вот у нас здесь W это неизвестный, вот, но мы сейчас рассматриваем общую оптимизационную задачу, так, и вот это нам тоже не нужно, значит, у нас имеется функция F от X, которую мы минимизируем, вот, значит, эти X это не те точки обучающей выборки, которые у нас были раньше, это просто точки из Rn, X принадлежит на Rn, вот, и, значит, мы рассматриваем оптимизацию на подмножестве всего множества Rn, подмножество определяется ограничениями, это вот те ограничения, связанные с точками обучающей выборки, значит, каждое ограничение имеет вид такой, G, ну, давайте здесь напишу, G, it от x меньше либо равно нуля, вот, у нас неравенства были там ограничения в виде какая-то линейной функции от неизвестных величин, там они были дублево-итами, меньше либо равно нулю, это всегда можно, значит, так считать, там, у нас было больше либо равно единицы, меньше либо равно минус единицы, мы переносим в правую чай, в левую часть эти единицу и минус единицу, и неравенства меняем на противоположное, значит, больше либо равно нулю, меняем на меньше либо равно нулю, с обмножением левой части на минус единицу, в общем, вот имеется ограничение, вот давайте будем считать, что и принадлежит множеству 1 и так далее m, вот m ограничение у нас будет, вот, и эти ограничения, давайте мы будем, значит, считать, что это тоже какие-то выпуклые функции, значит, вот здесь понятие выпуклости имеет решающее значение, у нас, я напомню, ограничение это линейные функции, каждая линейная функция выпуклая, это очевидно, вот, и вот мы сейчас перенеслись в такую более общую науку, оптимизация выпуклых функций с выпуклыми ограничениями, вот, когда функция не выпуклая, там все гораздо сложнее, но тоже решабельно, значит, тем, кто интересуется этой наукой, вот, ну, откуда она вообще пошла, вот, это задачи выпукло-оптимизации, ну, вот, они были, значит, в работах, ну, в общем, так вот, эту науку очень сильно развил Лев Семенович Пантрягин, вот, до него это была задача поиска максимума, вот, кун и такер, то есть, в экономических каких-то задачах, вот, у них это возникало, и была некоторая общая теория, вот, то, что я сейчас рассказываю, это их теория, вот, когда Лев Семенович Пантрягин увидел эту теорию, он ее обобщил до теории оптимизации, то есть, там мы искали не вектора, а функции, то есть, вот, теория оптимального управления Пантрягина, это обобщение всего того, что я вам рассказываю на случай, когда у нас в функциональных пространствах рассматривается задача оптимальности, задача оптимизации, точнее говоря, вот, хорошо, то есть, так, вот у меня имеется, значит, ограничение и функция, значит, вот давайте я обозначу таким символом D, G1 и так далее, Gm, это множество тех векторов, в которых выполняются все ограничения для любого и от 1 до m, G и T от x меньше либо равно нуля, вот, и вам надо найти решение задачи вот этой вот, не для производства, то есть, минимум должен достигаться на точке из вот этой самой области, то есть, надо искать такое минимум, вот я его обозначу x домик, принадлежащий этому D, вот, на котором достигается минимальное значение, то есть, вот, F от x домик, он должен быть равен минимуму при x приближащем D, ой, извиняюсь, D, G1 и так далее, Gm, F от x. Вот такая постановка задачи. Вот, но для ее решения используется теорема Карл-Шакуна-Таккера, вот, я считаю, надо мне ее изложить, почему, потому что она везде в курсах по машинному обучению излагается, вот, и я ее не должен обойти вниманием, значит, теорема Карл-Шакуна-Таккера, вот, ну, она всегда была теорема просто Куна-Таккера, вот, ну, значит, Карл-Шакуна-Таккера, это венгер, скорее всего, в общем, это когда-то не так давно случилось, обнаружили, что у Карл-Шакуна-Таккера была еще доказана до Куна-Таккера, вот, ну, значит, таким образом, на самом деле, теорему надо было назвать теоремой Карл-Шакуна-Таккера, вот, ну, она всегда, вот, несколько десятилетий было с названием теоремой Куна-Таккера, ну, переоткрыли люди, они про Карл-Шаку ничего не знали, значит, если независимо открытие было, то надо всех авторов открытия указывать в этом названии, значит, теорема про вот эту ситуацию, давайте я не буду переписывать, что задана функция F, выпуклая, дифференцируемая, задана функция же ИТ, ограничения тоже выпуклые, хотя про дифференцируемость на самом деле не упоминается в этой теореме, значит, мы давайте введем такую функцию Лагранжа, вот функция Лагранжа, это формальное выражение F от X плюс сумма по И равно единице до М лямбда ИТ Ж ИТ от X, вот функция Лагранжа, это то, что всегда возникает, вот там всякие любые доклады по оптимизации, они всегда вот так, а это было на фисфаке, кстати, функция Лагранжа, но там на самом деле вся физика, да, она основана на принципе наименьшее действие, вот у Ландау лишится самый первый параграф, там у него функция Гамильтона рассматривается, но они могут одна из другой получаться несложными преобразованием, вот функция Лагранжа, значит, это такое выражение, которое везде, то есть там и в физике, и в экономике, вот Оскар Акаев делал доклад на семинаре Садовничева по моделям управления экономикой, у него там функция Лагранжа раз 50, наверное, произнес это название, в общем, каждый культурный человек должен знать, что такое функция Лагранжа, это вот такая формальная запись, значит, вы пишете целевая функция плюс формальная запись вот этих всех функций, которые участвуют в ограничениях, вот, это переменные, они называются множителями Лагранжа, умножителями Лагранжа, вот, и, значит, утверждается, что теорема говорит, что следующее условие эквивалентное, значит, для любого х с домиком принадлежащего D, G1, так далее, Gm, значит, у вас следующее условие эквивалентное, значит, первое условие такое, значит, 1 эквивалентно тому, что я напишу, 2, значит, первое, то, что f от x домик равно минимуму f от x по всем x, принадлежащим ограничениям, множество прождаемого ограничениям. Вот. Это означает, что x домик является решением моей задачи. То есть, вот, найти x домик такой, что это верно, равносильно тому, что я сейчас буду писать, я, вот, свожу, значит, мою задачу к тому, что сейчас я напишу в пункте 2. Значит, в пункте 2 я пишу вот, что существуют такие множители Лагранжа, лямда 1 домик подали лямда m домик, принадлежащие множеству действительных чисел, причем они все должны быть больше либо равны нулю. Такое, что, значит, первое условие для любого i, лямда домик i должно быть больше либо равно нуля. Второе условие тоже для любого i, значит, лямда i домик умножить на g и t от x домик должно быть равно нулю, то есть либо один, либо другой вноситель должны быть равны нулю. Вот это нетривиальное такое свойство. И третье свойство, что l, l у вас функция от двух типов переменных, от лямб, которые тоже переменные, и от x-ов. Значит, l от x домик это значение x-ов. И второе я обозначу лямбда домик это значение вот у вас, вот вектор значений Мностей Лагранжа лямбда домик я его обозначу. Вот, это у вас значит вот l функция от таких двух типов переменных. Так вот, на паре x домик лямбда домик l она должна принимать наименьшее значение минимум по всем x-ам из rn вот таких вот функций l от x запятая лямбда домик. Вот, значит, вот когда вы лямбда домик зафиксировали, то есть это фиксированные какие-то числа, у вас l стало только от переменных по x-ам. И значит, вот у вас уже здесь минимум рассматривается на всей совокупности точек rn. Вот, то есть вы найти решение вашей задачи можете вот эта исходная задача вот путем решения вот этой задачи. Значит, надо придумать вот такие вот множители Лагранжи, чтобы они все были неотрицательные, чтобы выполнялось вот это вот свойство и чтобы вот это вот свойство тоже выполнялось. Вот, а если Л дифференцируемая, то есть у вас функция F дифференцируемая, ЖИТ дифференцируемая, если тогда понятно Л тоже будет дифференцируемой. Вот, если F и ЖИТ и все дифференцируемые, тогда то, что да, и кстати у вас это будет выпуклая функция, вот, это тоже, но это следствие того, что суперпозиция выпуклых функций это выпуклые функции, вот, плюс это выпуклые функции, да, она линейная даже, умножение на константу тоже выпуклые функции, значит, все вот эти функции выпуклые, и, значит, минимум выпуклой функции, он в точке, в которой все частные производные обращаются в ноль, то есть это вот равносильно тому, что для каждого И от единицы до по иксам, значит, Н, частные производные Л по ДХ и Т, вот в этой вот точке, значит, Х запятаем лямбду домик, вот, Х домик, лямбду домик, равно нулю, вот, вот, ну, вроде как, вот такие задачи решать проще, но это на самом деле еще неизвестно, там же вот такое страшное условие есть, как его проверять, и как мы можем доказать, что будет у нас равносильность первого и второго, так, ну, давайте сейчас, значит, я докажу вот эту теорему, так, эта теорема сложная, значит, я ее, тем не менее, все-таки должен посмотреть полностью, в смысле, рассказать, давайте я ее расскажу, но там есть такая лемба об отделимости, наверное, у меня ее доказать не получится, так, значит, давайте сначала докажем, и что из второго следует первое, значит, вот давайте, из второго следует первое, так, ну, вот у меня верно то, что написано здесь, так, значит, теперь вот я давайте вспомню, что у меня эти самые же иты, то есть, вот это множество, оно определяется соотношением, что все же иты должны быть меньше либо равны нулю на точке, которую мы относим к этой области, так, значит, вот давайте я напишу функцию Лагранжа, л от х запятая лямбда домик, вот это равно по определению f от х плюс сумма по всем и от единицы до м, значит, лямбда и т домик умножить на g и т от х по определению, значит, лямбда иты положительные, то есть, неотрицательные, g и т от х меньше либо равно нулю, то есть, эта сумма, она вся меньше либо равна нуля, поэтому все вот это выражение, оно у меня меньше либо равно f от х. Вот, дальше, значит, второе свойство, у меня, вот, второе, что я принимаю в внимание, значит, вот, если я возьму l от х домик, запятая лямбда домик, то это опять у вас будет такого же типа выражения f от х домик плюс сумма значит, лямбда и т домик g и т от х домик, вот, а вы знаете, что это у вас ноль, как написано у меня во втором свойстве, вот, то есть это ноль, вот, это равно нулю, значит, это просто равно f от х домик, вот, ну что же, значит, таким образом я имею, что вот это всегда меньше либо равно вот этого выражения, где х у меня ничем не ограничено, это просто вот произвольный вектор из рн, значит, я имею, что вот х домик это минимальное значение вот этого выражения сверху, вот, как я все быстро доказал, так, а теперь я доказываю в обратную сторону, сколько получится, столько докажу, так, что я сейчас это могу стереть, вот, так, сейчас я теперь доказываю, что из 1 следует 2, так, 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 значит, вот теперь у меня сейчас будут очень сложные построения, то есть, я обозначу вот таким символом лямбда большое, множество всех векторов, ну, уже там будут такие, там будет дополнительный компонент, вектор лямбда 0 и так далее, лямбда m, вот, это, значит, будут все такие вектора, вот, которые удовлетворяют вот какому условию, лямбда 0 больше либо равно f от x минус f от x домик, значит, я напомню, что я считаю, что x домик это минимум f от x на точках из множества, которые будут ограничения, значит, вот здесь x любое, значит, существует, давайте я напишу так, существует x такое, что верно вот это неравенство и, кроме того, для любого i от 1 до m у меня будет верно неравенство лямбда и t больше либо равно g и t от x вот, ну, почему это множество не пусто, а потому что, значит, в качестве вот элементов этого множества можно, например, ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Ну, давайте рассмотрим x домик. Вот в качестве x возьмем x домик. Да, значит, у нас будет вот f от x существует такой x. Так, вот x домик, то есть лямбда 0 равно 0 и все лямбда и t тоже равно 0. У вас и вот это будет верно, 0 меньше либо равно, вот это выражение, оно просто равно 0. и вот лямбда и t 0 больше либо равно j это x домик. Вы знаете, что x домик принадлежит множеству с ограничениями, а ограничения это вот эти самые неравенства j от x меньше либо равно 0. То есть вектор из одних нулей попадает в это лямбда. Ой, простите, простите, лямбда 0 больше строго. То есть вектор из одних нулей как раз не попадает в это лямбда. А какой попадает? Ну, например, первый коэффициент единица, лямбда 0 равно единице, да, тогда правая часть 0, единица больше 0, а все остальные лямбды равны 0. Все сходится у нас. Значит, так, вот это надо отметить, что лямбда не содержит 0. Вот, а вектор 1, 0, 0, 0 там есть. Так, ну, хорошо. Значит, так, теперь вот у нас множество это, оно будет выпукло. Значит, лямбда будет выпукло множество. Множество. Так как, так, это надо доказывать. Значит, выпуклость множество, так, это множество m плюс 1 мерных векторов. Значит, надо вам доказать следующее, что, вот, если у вас есть два лямбда, если лямбда и лямбда штрих принадлежат лямбда, то оттуда следует, что альфа лямбда плюс 1 минус альфа лямбда штрих тоже принадлежит лямбда. Почему это верно? Потому что надо проверять. Значит, давайте мы лямбда это вектор, значит, лямбда 0 и так далее, лямбда m, вот вектор лямбда штрих это лямбда 0 штрих и так далее, лямбда m штрих, вот, и, значит, верны вот те свойства для лямбда итого и лямбда итого штрих. Вот, ну, значит, надо, значит, вот давайте мы, значит, теперь надо доказать, что если мы возьмем вот такой вот вектор, то есть у него коэффициенты будут альфа лямбда ит плюс альфа лямбда ит плюс 1 минус альфа лямбда и тушь штрих. Вот такие будут коэффициенты. Вот сюда и сюда, если мы их подставим, то будут истинные неравенства. Ну, давайте считать, что вы это сможете все сами расписать. Это просто делается, но это сложно все выписывать на доске. Ну как, сами сможете это проверить? Сможете? Давайте проверьте сами, что вот если вы в качестве вот лямбда 0, лямбда 1, тогда лямбда n возьмете не эти самые исходные лямбда, а вот такие комбинации, то тогда неравенства будут верны тоже. Ну, все, значит, вот лямбда выпуклое множество и не содержит нуля. Значит, я утверждаю следующее. Для такого множества, вот в н-мерном пространстве, ну давайте я нарисую на плоскости ваше множество. Вот, значит, вот выпуклое множество, вот, оно может быть близко к нулю, но оно не содержит нуля. Вот, я утверждаю, что тогда оно целиком находится в какой-то полуплоскости, которое проходит через ноль. Вот. Вот это вот знаменитый лембда об отделимости, то есть множество, любое выпуклое множество, которое не содержит нуля, оно отделяется какой-то, значит, оно отделяется вот какой-то прямой, ну вернее так, оно целиком лежит по одну сторону от какой-то прямой, а в случае номерном это будет полупространство, то есть у вас есть гиперплоскость, проходящая через ноль, которая будет у вас разделять ваше множество и остальную часть, вот. Так, ну как вот все это доказать, значит, давайте вот что я сейчас сделаю. Так, что, я давайте попрошу вас мне поверить в то, что действительно это будет верно. Чего? Я доказывал, вот там я говорил, что можно не для двух, а можно, чтобы одно было в их множестве, а вторая точка отделенная от этого множества, то есть вот я вводил функцию расстояния и вот брал, значит, ну, во-первых, у вас здесь не совсем пройдет, у вас множество она у вас может бесконечно близко подходить к этому лямбду, то есть там не получится построить отрезок, у вас минимальное расстояние будет ноль, и там тогда вот, в общем, надо более тонко, надо рассмотреть точку, которая будет, в общем, вне вот этого самого множества, значит, так, сейчас я вспомню, как это доказывается, ну, в общем, так, значит, доказательства сложнее, вот, доказательства, вот, если бы точка была отделена, то есть существовал шарик, который целиком не содержится в этом в этом множестве, то есть не пересекается с ним, тогда все просто, тогда вы просто берете точку, на которой реализуется минимальное расстояние, вот, и как раз вот перпендикуляр будет отделять вам ваше выпуклое множество, вот, ну, а в случае, когда ноль это предельная точка, а так и будет в вашем случае, то тогда не получится, нам надо более тонкие рассуждения проводить, знаете, что, я не думаю, что это имеет смысл, я думаю, что просто вы мне поверите, вот, и тогда, значит, вот мы можем использовать этот факт, как, значит, ваше, так, значит, вот вы доказали лямму об отделимости таким образом, вот, и, значит, вот, у вас вот те, именно так, вот в этом лямбда, значит, у вас, так, подойдите, подойдите, вот дальше давайте я сейчас немножко скажу, вот мы, допустим, отделили вашу, так, сейчас, сейчас, так, мы отделили, то есть, вы построили, фу-фу-фу, вот этот самый, вот эту гиперплоскость я построил, я могу эквивалентным образом утверждение, которое я хочу доказать, вот, вот как, скажем, переформулировать, значит, существует вектор лямбда звездочка, принадлежащий rm плюс 1, такой, что для каждого, значит, он нетривиален, не равен нулевому вектору, и для каждого вектора лямбда из множества большой лямбда, скалярные произведения лямбда звездочка и лямбда, больше либо равно нуля, значит, вот это равносильно тому, что я сказал, то есть, вот если мы построили разделяющую гиперплоскость, в смысле, такую гиперплоскость, что ваше множество целиком находится по одну сторону, то тогда, значит, вот оно, вернее так, вот эта самая гиперплоскость, оно делит все пространство на два полупространства, значит, первое полупространство, это те точки, значит, вот вы можете вектор нормали нарисовать, вот он будет как раз этим самым лямбда звездочкой, вот это будут те точки, в которых вот это скалярное произведение больше либо равно нуля, вот, а второе, ну, почему, то есть, вот вектор нормали, да, вот скалярное произведение от произведения модулей на косинус угла между ними, Если угол острый, то тогда это скалярное проведение больше либо равного нуля. Если угол прямой, то есть точки на самой гиперплоскости, то тогда угол прямой и скалярное проведение равны нулю. А угол тупой — это все точки, которые находятся в другом полупространстве. Там угол с нормалью тупой и значит будет скалярное проведение меньше нуля. Так вот, значит, одно из полупространств, в котором целиком лежит наше лямбда большое, это в точности точки, у которых скалярное проведение больше либо равно нулю, где лямбда звездочка — это вектор нормальный. Ну вот, значит, вот мы таким образом считаем, что мы доказали теорему об отделимости в такой формулировке, что лямбда звездочка обладает вот этим свойством. И теперь, значит, мы делаем переход к доказательству теоремы вот каким вот образом. Значит, у вас вектор лямбда звездочка оказывается обладает вот таким вот свойством. Так, я вот чего-то должен стереть. Ну, давайте на третьей части. Значит, я докажу следующее, что лямбда и звездочка — это вот лямбда 0 звездочка и так далее, лямбда М звездочка. Вот. Для каждого И вот это выражение будет больше либо равно нуля. То есть лямбда и звездочка, все коэффициенты этого лямбды звездочки будут числами неотрицательными. Вот. Ну, это доказывается. Ну, давайте я это докажу, на этом мы лекцию закончим. Там будут три свойства. Вот, давайте я тогда сейчас хотя бы одну из них докажу. Фу-фу-фу. Ну, или нет, я их просто перечислю. Вот. Значит, вот такое свойство будет. Потом второе свойство будет такое, что лямбда и звездочка умножить на g и т от x домик будет равно нулю. Вот. Я это тоже докажу. Вот. И третье свойство будет такое, значит, оптимизационное. Значит, третье свойство такое. Лямбда 0 звездочка на f от x домик. То есть функция Лагранжа, у которой уносит Лагранжа, это мои. Вот лямбда и т звездочка на g и т от x домик меньше либо равно лямбда 0 звездочка f от x плюс сумма, в общем, и лямбда и т звездочка g и от x. Вот. Ну, значит, вот это свойство в сочетании со вторым дает нам то, что если бы в качестве x мы брали x домик, то тогда бы... Нет, ладно, значит, мы не будем. Ну, вот так. Вот мы это докажем. Потом мы докажем, что лямбда 0 звездочка не равно нуля, не равно нулю. Вот. В качестве искомых множителей лямбда и т домик мы возьмем лямбда и т звездочка делить на лямбда 0 звездочка. Вот. Мы все докажем, что, значит, у нас будет выполняться... Вот первое свойство уже ясно, что будет выполняться, второе тоже ясно. И третье свойство будет выполняться, оно будет следовать из вот этого неравенства. Ой, вы стоите, что ждете вы? А, вы уже хотите сюда зайти, да? Так, ну все, давайте 3.16.37. Вот, значит, план наших действий таков. В общем, давайте я все-таки хочу это полностью вам рассказать. Сейчас мы прерываемся на 2 недели, значит, вот через 2 недели мы продолжим.